Всем привет, друзья! С вами снова Александр и Залим. Приветствую всех! И мы уже делали сравнительный обзор этих двух колясочек, коляски Cybex Talos S-Lux и Balus S-Lux, но делали сравнение в предыдущем поколении. Это видео очень стало популярным, и все еще люди до сих пор задают вопросы и по этим новым поколениям, чем они отличаются. Мы с Залимом решили сделать такое сравнение этих двух колясок. Напомню, отдельно обзоры уже есть у меня на канале, можете посмотреть отдельно на одну, на другую, а мы именно подчеркнем моменты, чем они отличаются, и в двух словах пробежимся полностью по колясочке. И я вначале назову технические характеристики Talos, а потом Залим Балиоса. Cybex немцы, вдруг кто забыл, гарантию производитель дает год. Талос, он, так как чуть более внедорожный такой вариант, он потяжелее. 14,4 килограмма весит с люлькой, 14 и 100 килограмм он весит с прогулкой. Спинка у нас в прогулочном блоке регулируется 110-170 градусов, это мы покажем. До 5 лет приблизительно можно эксплуатировать колясочку, так как она 22 килограмма выдерживает. Важный момент, друзья, 61 сантиметр ширина колесной базы, вы везде в любой лифт заедете, поэтому этот параметр он универсален. Так, и размер люльки здесь 78 на 32. Что у нас в Балиосе? Да, я вам расскажу, соответственно, про Балиос С. Ну, вы, наверное, догадались, что Александр рассказывал про Талос С. Соответственно, Балиос С, ну, по традиции Cybex, естественно, дают и на данную коляску тоже гарантию 1 год. Данная коляска будет более облегченной. Соответственно, с люлькой коляска весит 12,6 килограмм, а с прогулочным блоком 11,2 килограмма. Ну, в сидячем блоке, соответственно, спинка регулируется в пределах от 110 до 175 градусов. Ну, и так как рассчитано до 22 килограмм, это, соответственно, условно, это до 4-5 лет возраста ребенка. Ну, и размер люльки здесь тоже также увеличено, в отличие от прошлогодних коллекций. Это 78 на 32 сантиметра. Вообще, в прошлом поколении вот коляски, они и тогда были удачные, но камень преткновения у большинства людей был, это размер люлечки. Все хотели ее чуть побольше. Cybex, он, соответственно, слышит потребителя. И сделали прям универсальную, классную, большую люлечку. Давайте я на примере Талоса покажу вам люлечку. Напомню, что это такое. Здесь в Балюсе будет то же самое, чтобы мы два раза одно и то же не показывали. Смотрите, друзья, здесь у нас накидочка пристегивается. Она, по-моему, на кнопочки и там, и там, да? Да, да. На кнопки пристегивается, кнопками, точнее говоря, вот такая накидочка на ножки с высоким достаточно бортиком и нигде не поддувает. Смотрите, здесь сколько кнопочек по бокам. Вот, соответственно, крепится все очень плотно и хорошо. Давайте заглянем внутрь, быстренько посмотрим, что там. Здесь у нас вот такое вот царство спокойствия. Вот, все мягенькое, все беленькое, все красивое. Дно у нас пластиковое, перфорированное, чтобы дышало. Сам матрасик у нас толщиной сколько здесь? Сантиметра два с половиной, три, наверное. Приятный, классный матрасик. В общем, классическая люлька, ничего такого особенного, но 99% требований она покроет. Вот, собственно, и все по люльке. Но я бы особо отметил бы еще дно люльки, то, что он все-таки двухуровневый, и такая микроциркуляция внутри очень хорошо поддерживается. Да, ну и аналогичная люлька у Baleos S. Все одинаково, то есть регулируются козырьки нажатием с двух сторон кнопок, также по периметру держится на кнопочках. И размеры абсолютно одинаковые, также, соответственно, двуслойное дно сделано из пластика. Братья-близнецы, они по люлькам, здесь вообще никаких отличий нет. Так, давай сейчас уберем люлечки, установим прогулочные блоки, и тут, как говорится, начнутся отличия. Да, ну, и по отличиям, наверное, можно было бы отметить высоту все-таки. Да, кстати, да. Да, на один сантиметр примерно высота люльки будет у Талоса выше, чем у Baleos S. По отдельности этого не увидеть, вот действительно только рядом, я и забыл совсем про это. Вот, снимается все очень просто, по бокам у нас есть кнопочки, кнопочки с памятью. Нажали и спокойно убираем. Здесь есть ручка, за которую мы беремся, и спокойно ставим. И на основании есть ножки, чтобы не боясь ставить на землю. Так, ну что, давай по прогулочке. Дай-ка мне мое, пожалуйста. Друзья, реверсивный блок и по ходу ставится, и против хода. Все, так ставим. Вот так поверну. Так, друзья, ну, собственно, здесь мы сразу увидим, даже невооруженным взглядом, все отличия Талоса от Baleos. В Талосе вы видите, какой прогулочный блок. Он у нас крупнее, у него больше козырек. У него козырек... А, давай я наклоним вот так вот, посмотрим. Если я опускаю в горизонтальное положение, вот эта часть закрыта, а здесь опускается вместе с козырьком. И у нас здесь еще дополнительная секция. Там, по-моему, вот, собственно, вот такой огромный козырек. Также у нас есть возможность наблюдать за ребеночком с москитной сеточкой там все. Здесь у нас сверху есть отверстие наблюдать за ребеночком. В общем, козырек здесь отличный, и ребенок вот с этой стороны очень хорошо закрыт. Да, у Baleos S акцент все-таки на минимализм, и тем самым подчеркивается дизайн данной коляски. Она такая более, так скажем, утонченная по дизайну. Стилевая, да. Да, козырек здесь тоже достаточно глубокий, но определенно уступает по размерам модели Талос S. Здесь за счет дополнительной секции тоже хорошо закрывается ребенок. И у нас также смотровое окошечко, сеточка есть вот в этой дополнительной секции, чтобы можно было открыть проветривание, и чтобы можно было за ребенком наблюдать, если блок стоит лицом от нас. Идет накидка на ножки? У Baleos S накидки на ножки нет в комплекте. Это определенное преимущество модели Талос S. У Талоса идет вот такая вот накидочка. Видите, она здесь у нас имеет возможность внахлест одеваться. На кнопочках все это держится. Так, быстренько настигну. И смотрите, когда лютая зима, нам хочется спрятать ребеночка. И мы получаем вот такую вот возможность спрятать и закрыть ребеночка от непогоды. Так, собственно, вот такое глобальное отличие здесь в прогулках. А по материалу? Что, по-моему, здесь плюс-минус одно и то же? По тканям, да, все очень сравнимо. Очень плотная, хорошая ткань. Есть, сразу забегая вперед, скажу, достаточно большой выбор по цветам. Что у Талос S, что у Baleos S. Отличие здесь я бы еще отметил, что в подножке. Подножка регулируется по углу и в Baleos S и в Talos S. И здесь у Baleos S, точнее, нету приподнятого бортика. Но при этом, когда опущена подножка, у нас остается удобная такая полочка, чтобы ребеночек сам мог залезать, ну, с определенного возраста на коляску. Еще бы я просто ради любопытства, я не помню, но я бы хотел убедиться. Высота здесь самой сидушки у Baleos S, ой, у Talos S она ровно 50. Такое ощущение, что на вид они все-таки отличаются. Слушайте, один в один, да, такое визуально у меня. Да, пространство для ребенка одинаковое, просто у Talos S более закрытое. И, кстати, секции с сеточкой у Talos в спинке намного больше. То есть они полностью выполнены на сеточке. Тогда как у Baleos S это вставочки по бокам. Посередине такая же ткань, как и основная часть. Покажи сразу, как регулируются ремешки. Фирменная такая фишечка Cybox. В новых поколениях Cybox это везде встречается. Нажимая на кнопочку, мы вытягиваем, и тем самым регулируется вся часть ремня слева и справа. И при этом мы можем регулировать высоту плечевой зоны несложным движением, опять-таки, с левой и с правой стороны. А когда приходит время подтягивать, если мы сняли верхнюю одежду, и, соответственно, уже такой длины не требуется, мы можем спокойно подтянуть и, соответственно, сократить тем самым длину ремня. Технология позаимствована от автомобильных кресел. Там точно так же все работает уже тысячу лет, и они это все перебазировали сюда. Как по мне, это просто шикарное решение, очень удобное. Ну, собственно, пятиточечные ремни это мы уже обсудили. Что касается безопасности, бампера у нас здесь регулируются одинаково. Откидывается в стороночку и опускается вниз не так, что торчит, а просто кинули вниз, посадили и вернули обратно. Так, друзья, собственно, что касается... Они реверсивные, это я уже сказал. Что касается прогулочных блоков, это, наверное, самое большое отличие, которое здесь между колясок есть. Ну, остались еще нюансы в шасси. Здесь... Ну, давай, покажем. Сейчас рулеточку возьму. Здесь разница ощутимая в колесах. Колеса на Талосе, они более пухлые, у них другой диаметр. Здесь у нас получается сколько? 27 задний. 20 передний. Они вот так тоже, по-моему, отличаются. Здесь у нас 5 сантиметров задний и 4,5 передний. А что в Балюсе? В Балюсе. Соответственно, передний у нас получается... Ну, 7,5... Ну, 8 сантиметров. 8. Задний у нас... Ну, 17. Практически 17 сантиметров. Но я еще отметил бы это, что... А, мы потолщине вы замеряли. Здесь задние также 5 сантиметров, передние 3,5 сантиметра. Да, передний у нас. Да. По материалу колеса не отличаются. У Талос С все колеса будут резиновые, тогда как у Балюс С задние резиновые, а передние из полиуретана. По ощущениям, Талос, он чуть помягче, что ли, потише едет. Ну, разница такая, знаете, в погрешности, но все-таки она есть. Не просто так здесь вот. Колеса немножечко отличающиеся. Она немножечко такой, как бы, заявлено более, как, вседорожнее, чем Балюс. Вот как по мне. Так, давай теперь, что хотелось бы. Да, ключевое отличие, конечно же, помимо материалов и размеров люлик, в отличие от прошлогодних коллекций, это то, что здесь усилили амортизацию и усилили очень сильно. Здесь комфортнее стало кататься по бездорожью. Это касается и Талос С, и Балюс С, за счет того, что добавлены отдельно амортизаторы в конструкцию рамы. И, помимо этого, еще на передних колесах присутствуют амортизаторы. За счет чего у нас амортизаторы, ну, и, соответственно, плавность хода, ну, очень комфортная стала. Как казалось бы, что и прошлые варианты ездили нормально, но здесь стало прям вот, прям вот ощутимо лучше, комфортнее. Поэтому скачок, они во всем, в принципе, сделали большой рывок, как по мне. Так, теперь давай покажем, как складывается. Давайте, Балюс С, начнем. Да, Балюс С, чтобы сложить вместе с прогулочным блоком, нам придется сначала убрать прогулочный блок до конца вперед. И после чего, зажимая кнопочку, опускаем ручку и вот таким вот образом складывается. У нас фиксатор с этой стороны, до фиксатора дотягиваем. И вот достаточно компактно будет выглядеть в сложном виде. И при этом, отмечу, что у нас и будет удобная ручка выступать кверху, чтобы перемещать комфортно. По талосу здесь, в принципе, идентичная ситуация. Также опрокидываем спинку вперед и закрываем. Она чуточку крупнее, но здесь и сам блок немножечко крупнее, друзья. Поэтому, в принципе, ни та, ни та вручную кладь не проходит. Поэтому они достаточно много места занимают, но складываются вместе с блоком. И для такого рода коляски это нормальный сложенный вид, не очень огромный. Поэтому все окей. Так, где у нас тут эта штучка была? Вот так открываем. Возвращаем обратно. Вот так вот. Козырек тут прям просто жирный, классный. Так, что еще добавить? Есть у тебя что-нибудь? Из приятных мелочей еще добавил бы, что у Baleo SS сзади появился кармашек. Куда можно сложить определенные вещи. Ну и, опять-таки, конечно же, багажнички у них очень просторные. Это и касается и TALOS SS, и Baleo SS. Комфортно будет какие-то покупки туда загружать. И причем доступ очень-очень даже большой. Со всех сторон. И спереди, и сзади, да. Как бы ребенок не сидел, всегда есть хороший доступ. Друзья, собственно, вот коляски обе очень удачные. Это и показывает, что это их мега популярность. Разница в цене у них, она есть. TALOS немножечко подороже. Я ссылочку в описании добавлю на магазин First Buggy. И на одну, и на другую колясочку. Выбирайте, соответственно, сами. Вы можете приехать в магазин First Buggy. У нас много их по России. Приехать, посмотреть, убедиться во всем, что мы сейчас вам показывали и рассказывали. Коляска действительно очень классная, что одна, что другая. Мы очень рекомендуем при выборе не проходите мимо этих колясок, если вы смотрите в таком практически предпремиум сегменте. Это, наверное, одни из самых удачных вариантов на рынке. Все, закончили. А мы хотим пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор и удач на дорогах. Пока. Всего хорошего вам. Пока.